Добрый день. Сегодня у нас поездка по сортировке. Едем по улице Дружбы. Несколько неожиданно это получилось. Вы поймете потом, почему. Воспользуемся моментом. Улица Дружбы. Это фактически начало этой улицы. Поселка Сортировки. Или точнее Караганда Сортировочная станция здесь. И, конечно, поселок Компанейск. То, с чего начиналась застройка этого района. Ну и, конечно, главная здесь причина заключается в том, что это узловая станция. Сортировочная уже само название о себе говорит. И состоялось открытие этой станции. Ну, по факту прибытия первого паровоза 1 февраля 1931 года. Строилась железная дорога ударными темпами. От Петропавловска на Акмалу и потом в Караганду для того, чтобы накормить готовые появиться на карте города, на карте Казахстана, нового города. Новый город. Город Караганду. Ну, в 1934 году, напомню, официально было закреплено за Карагандой название город. Вот. Ну, здесь в основном одноэтажные дома. Аккуратно, дорога хорошая. И приближаемся к новостройкам. А если так можно сказать, точнее, многоэтажкам, конечно. К многоэтажкам. Ну, кстати, если говорить о том поселке, то вот удивительное дело, первым здесь появился из многоэтажных домов. Это дом культуры жизнедорожников. Ну, мы его показывали в своих роликах. Посмотрите, если кому надо будет, кто интересуется. Сейчас мы приближаемся к стадиону Локомотив. Это все улица Дружба продолжается. Локомотив. Ну, это как бы запасное поле футбольной команды «Шахтер». Сейчас не знаю, насколько они часто здесь бывают, но раньше базировались в этом районе поле с искусственным покрытием. Вот мы подъехали сюда. Это административное здание. За забором стадион Локомотив. И бассейн. Бассейн 25-метровый. В общем, все для спорта, все для здоровья. Многоэтажные дома. Построены достаточно давно. Тоже в период формирования сортировки. Здесь пока двухэтажные, потом пятиэтажные. Слева не видно. Здесь школа была. 40... какая? 46-я, по-моему. Ну, и мы выезжаем сейчас к другой школе, 86-й. Большая школа. Ну, по сравнению с другими школами. Даже очень большая. Доходится в центре микрорайона. Вот она впереди. Но нам туда не надо. Мы разворачиваемся. А сейчас мы выехали на улицу Мановильского. Семья не изменяет память. И направо, направо видим магазин Фудмарт. Фудмарт, который принадлежит системе компаний, связанных с магазинами Строймарт. И вот кто-то спрашивал, жива ли напорная башня водокачкой, как ее назвать, стоит. Дома более современные. Это уже улица, по-моему, Жекебаева. Жекебаева улица. Школа 12-я. Мы тоже ее проезжаем. Она налево осталась. Здесь такой микрорайончик. Ну, и по сути дела, мы приближаемся к концу города, к краю сортировки. Это другой конец получается на север, на северо-запад. Точнее, может быть. Вот это уже последние дома. Там, по-моему, улица Локомотивная, да? Трудно так сразу увидеть, на какой улице стоят те или иные дома, гаражи. И печальное место. Ну, куда деваться? Это кладбище старой сортировки. Сейчас называется тоже Триада. Вот нам сюда и надо... Кладбище Триада сортировки. Кладбище Триада сортировки. Это так называемый цыганский участок кладбища. Ну, такие вот беседки здесь. Сортировка. Ну, здесь похоронили нашего друга. Виктора Ивановича Черненко. У него, собственно говоря, и начинались наши первые передачи, ролики о Караганде про старый город, прежде всего. Светлая память, Виктор Иванович. Теперь посмотрим на сортировку с другой стороны. То есть мы возвращаемся в Караганду. То есть так можно сказать. Опять перед нами край города. Какая-то граница есть, поэтому порой интересно увидеть, где все-таки заканчивается городская черта, и где начинается уже сельская местность. Теперь от нас улица Жакибаева. Вернее, по улице Жакибаева едем. Теперь со справой стороны вот то, что есть. вполне приличные дома, хорошие дома. Правда, не знаю, как там внутри, но внешний вид, в принципе, нормальный. Внешний вид нормальный. Хотя, конечно, всегда вот эти трубы все портят. Ну и школа здесь. Там вот у нас справа 12-я школа. И опять проезжаем мимо водонапорной башни. Строящаяся мечеть проехали. Теперь через мост старой Сартировский смотрим на второй мост. Вот он там. Это мост Автобана. Направо дорога в Тимирдаву идет. Налево вокруг Караганды с восточной стороны и на Алмату. Очень хорошая пока дорога. Приятно по ней ездить. Единственная проблема вовремя развернуться и не пропустить свой поворот. Иначе можно очень далеко уехать в поисках поворота, разворота. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание в этой печальной поездке. Спасибо.